Добрый день! Сегодня у нас последняя лекция курса про нейроинтерфейсы. Он более общего характера. В основном будет про неинвазивные интерфейсы, но довольно многое из того, что я буду говорить, будет относиться и к инвазивным, и к неинвазивным. Сначала мы немножко закончим с темой предыдущей лекции. Там мы начали говорить про пассивный интерфейс MOS-компьютер. Сейчас я уточню, какие типы интерфейсов бывают. Обычно эта схема деления относится к неинвазивным интерфейсам, но здесь тоже можно ее отнести к любым типам интерфейсов. Предложил Торстен Цандер, главный идеолог этих пассивных интерфейсов, в статье еще 2011 года про активные реактивные и пассивные интерфейсы. Активные это такие, когда человек формирует некоторые намерения и сознательно его подает на вход интерфейса. Это может быть более-менее автоматизировано, как, например, при наборе текста, он может смотреть на какие-то буквы, которые будут печататься. Но в любом случае будет для активных интерфейсов характерно то, что он здесь формирует вот эту команду таким образом, что может ее осознать. Есть очень близкие группы, активные и реактивные. Сандер предлагал именно так делить. Реактивные – это когда есть некоторый стимул, например, есть подсветки букв, и мозг реагирует на эти подсветки. А в чистом виде активный интерфейс – это когда человек без всякого внешнего стимула формирует команду, как, например, интерфейс с фономоторным воображением. Но смысл там примерно одинаковый. В обоих случаях с точки зрения осознанности. Хотя, допустим, есть еще деления активные и реактивные. Эти сами интерфейсы называют эндогенными и экзогенными. То есть, как бы некий исходный стимул идет либо изнутри, либо снаружи, но это более сейчас редко используется. Но можно говорить просто вообще про активные интерфейсы для того и другого типа, потому что в обоих случаях есть активность пользователя, и без нее никакого взаимодействия с интерфейсом не будет. И первично все-таки вот это самое намерение, которое может, не обязательно оно осознается, если это очень автоматизированное какое-то взаимодействие, но оно в любом случае его можно осознать, если человек пользуется таким интерфейсом. А пассивный интерфейс – это такая более новая технология. В каком смысле более новая? Потому что активно-реактивный интерфейс Москомпьютер – это аналог обычного нашего использования средств человека-машинного взаимодействия, обычных интерфейсов с компьютерами или управления роботами, управления транспортными средствами. Там у нас ситуация очень похожая, только вот здесь мы подключаем мозг вместо мышц, и это требует некоторых дополнительных действий. Но в целом можно сказать, что вот эти два типа интерфейсов конкурируют в одной и той же области пользовательских задач. И понятно, что если у нас, как это обычно бывает с инвазивными, и фактически с инвазивными пока что тоже, у нас интерфейс достаточно медленный и делает много ошибок, особенно если мы пытаемся сделать, чтобы он быстро работал. И получается, что для здорового человека он проигрывает конкуренцию с обычными устройствами. И вот для парализованных людей там вот только потому, что они не могут пользоваться обычными интерфейсами, для них вот эти интерфейсы представляют интерес. А пассивные интерфейсы здесь создается новый канал взаимодействия между человеком, человеческим мозгом и машиной, ну и вообще между человеком и машиной. Это означает, что человек не пользуется здесь этим каналом сознательно, поэтому пассивный интерфейс. Он просто, у нас система наблюдает за тем, что в голове происходит, и подстраивает работу компьютера, там какой-то компьютерной системы, или любой какой-то искусственной системы, так, чтобы использовать вот эту информацию о текущем состоянии мозга для того, чтобы лучше выполнить те или иные задачи. И в этом случае, поскольку это канал, который обычным способом нельзя получить, то, что он медленно срабатывает, это не так критично, потому что вот других способов решать эти задачи все равно нет. И он, кроме того, не загружает внимание пользователя, не загружает ресурсы, и, соответственно, он не отвлекает от текущих задач. В этом смысле это такая хорошая штука. К сожалению, здесь вот до сих пор нет совсем хороших решений. Вот есть даже коммерческие разные системы, например, там пытаются сейчас очень активно развивать в игровых технологиях такие вот возможности подстраивать игру под работу мозга пользователя, чтобы как-то наилучшим образом соответствовать текущему состоянию. Допустим, если слишком пользователь, игрок, возбудился как-то это немножко притормозить, или наоборот, когда он слишком устал, то тоже, может быть, нужно уменьшить темп, а когда он в оптимальном состоянии находится, наоборот, на максимальный темп игры. Но, в общем, пока все эти системы, они работают не очень уверенно, и тем более какие-то более хитрые применения, которые, в общем-то, они публиковались уже, но там как-то пока не очень это сделано убедительно. Ну, например, это система предъявления... Так, я, может, перейду к следующему слайду. Да, вот здесь вариант вот этого применения. Постройка темпа представления информации я уже сказал. Вот, но еще вот, может быть, допустим, текст подается... Ну, так, иногда пытаются делать какие-то новые способы передачи текста, чтобы человек мог очень быстро читать. Такие speed reading applications, называют по-английски, приложение для быстрого чтения, когда, например, слово предъявляется... Текст определяется по одному слову в центре экрана, и тогда, в общем, скорость показа этих слов, она определяет скорость, с которой человек может, в принципе, это воспринимать, если он вообще справляется с этим темпом. Да, если медленнее... Если быстрее... Если он может читать быстрее, но темп недостаточно быстрый, то он, соответственно, не полностью использует возможность этого скоростного приложения. А если темп слишком быстрый, значит, он просто ничего не может понять. И вручную подстраивать это не очень удобно, эта скорость. И вот есть такая вот работа, где вроде бы существенно смогли улучшить скорость, когда смотрели по состоянию мозга, насколько по потенциалам, по откликам на вот эти слова, насколько человек успевает их реально воспринимать. Но это как-то вот пока развитие не получилось, там, похоже, все-таки есть некоторые проблемы. Еще одна, вот то, что сейчас пытается очень серьезно развивать некоторые фирмы автомобильные, в том числе, вот есть проблема в некоторых странах, в Японии, например, когда много пожилых водителей, рано или поздно кто-то из них где-то вот попадает в ситуацию, что он теряет сознание просто из-за каких-то там проблем со здоровьем. И, в общем, бывали случаи, когда просто сбивал насмерть по несколько человек в Японии. И, в общем, пытается решить эту проблему тем, что вот ставить этот нейроинтерфейс и определять, вот в данный момент в каком состоянии находится человек, не нужно ли остановить машину, например, срочно. Но для этого нужно, конечно, уговорить всех пользовать, большое количество, по крайней мере, таких пожилых водителей носить этот интерфейс, а для этого сначала нужно сделать, чтобы он реально хорошо работал. Но это очень непросто, потому что, в общем, надо иметь признаки этих состояний, надо не совсем понятно, как это валидировать, работать, работать такой системы, там, все время смотреть, потому что, наконец, человек потеряет сознание. Но это еще используют даже, вот пытаются военные, там вот в английском истребителе новом, они пытаются сделать тоже такую систему, поскольку там пилот испытывает большие перегрузки, тоже есть вероятность, что он потеряет сознание, и вот, значит, тогда перехватывает искусственный интеллект, это управление. Но, в общем, это пока, хотя объявлено, что это будет в этом истребителе, но, так сказать, пока тоже не очень понятно, как они решат все эти проблемы, которые тут действительно очень серьезные. И военные вообще пытаются периодически использовать интерфейсы. В самом начале, как вот, работы с 70-х годов еще финансировались тоже военными, у них есть все время такое ожидание, что будет какой-то фантастический результат, но, как правило, не как правило, в общем, до сих пор тут неизвестно каких-то реальных успехов. Но эта проблема связана с правительством надежностью, которая там очень обычно важна. Помощь в компьютерном поиске – это вот, ну, я сейчас покажу, что имеется в виду. Здесь, например, картинки выдаются гуглом или здесь вот конкретно какой-то сетью Flickr, по-моему, с картинками, где на некое слово можно получить, в принципе, те картинки того типа, которые вам нужны, а вот одновременно куча других картинок. Например, вот слово chain – цепь, цепочка, там может и ювелирные украшения выдавать, и велосипедные цепи, еще какие-то. И не все пользователи могут легко разобраться, как им улучшить этот самый поиск, там, какими-то другими ключевыми словами или еще какими-то там, так сказать, дополнительными кнопочками, воспользовавшись. А вот если человек смотрит на эти картинки, если их выдавать по одной или мы замечаем, в какой момент он фиксирует взглядом какую картинку и смотрим потенциалы, связанные с этим моментом фиксации, получается, что мы можем видеть разницу между, когда релевантная картинка и когда нерелевантная. И на этом, в общем-то, было, по крайней мере, некоторое количество публикаций в таких вполне приличных журналах, но с не очень высокими такими точностными показателями, не очень быстро улучшался этот поиск, и, видимо, все-таки, ну, похоже, что это заглохла эта область, она была очень активна где-то лет пять назад. Вот, в частности, пять лет назад один из людей, который с энтузиазмом этим занимался, такой известный немецкий исследователь, вот он на таком воркшопе, который посвящен именно применению для здоровых людей, прежде всего, интерфейс-мозг-компьютер. Ну, вот одна из самых ярких презентаций была его, но, тем не менее, вот как-то это все потом никуда не пошло, похоже. Так вот, значит, если… Я уже говорил, что активные интерфейсы, они требуют внимания пользователей, поэтому и они конкурируют с обычными интерфейсами и проигрывают этой конкуренции, поэтому сейчас есть такой консенсус, ну, почти консенсус, что надо вот для здоровых людей все-таки развивать вот пассивные интерфейсы. И это, в частности, было зафиксировано еще в конце 2014 года, такая вот была принята европейским консорциумом дорожной карты, которую сейчас рекомендуют до сих пор рецензенты, мы с этим тоже сталкивались, на нее ссылаться, если вы, значит, описываете применение, какое-то перспективное применение интерфейс-мозг-компьютер. И там было, в частности, ну, она как бы до 2020 года, но с перспективой на 2025-е, кажется, даже 30-е годы, с немножко странным термином, который, в общем-то, не прижился, brain-neural computer interaction, фактически это про интерфейс-мозг-компьютер все-таки идет речь, и там вот, в частности, было некое видение до 2025 года, я не буду тут читать подробно, в общем, там так или иначе говорилось вот синим цветом, здесь выделено для здоровых людей, и это все фактически было пассивные интерфейсы, все, что там перечислено. Значит, здесь, что у нас в 2021 году произошло? Такая фирма, известная как Mercedes-Benz, она выпустила концепт Car, показала, который был снабжен не просто интерфейсом-мозг-компьютера, а именно активным интерфейсом. С помощью него, собственно, там было организовано управление этим концепт-каром, как бы это подавалось практически в пресс-релизе, как основное средство управления. Ну, естественно, это такой беспилотный автомобиль, где водитель просто должен сидеть, ну, это не водитель, а, можно сказать, пользователь, ездок. Вот, пассажир, он, ну, максимум он выбирает место назначения, куда, собственно, маршрут должен идти, его привезти, ну, или какие-то там вот такие простые функции, некритичные, типа свет в салоне там поменять или радиостанцию выбрать. Но, тем не менее, все это делается через интерфейс «Москомпьютер», и, в общем, это такое значимое событие, потому что, понятно, что, может быть, они это не будут реализовывать, но, тем не менее, фирма, которая ставит репутацию свою, очень такую, вроде бы, значимую и дорогостоящую, под, в принципе, под угрозу, если тут окажется полная туфта, да, ну, вот она рискнула все-таки. «Концепткары» — это очень важная штука, которая, в общем-то, определяет, что, собственно, ожидают покупатели в будущем от этой фирмы. Ну, и, в общем-то, они один раз показали, ну, может быть, на нескольких выставках, но один раз это очень громко так вот прозвучало, но не очень понятно, действительно, будут ли они это развивать, но это уже интересно само по себе было. Причем, ну, это реактивный интерфейс, вот, то есть, с какими-то мелькающими стимулами, не очень удобная, конечно, штука, но, тем не менее, она как-то работала. Ну, и еще интересно — это то, что на протяжении вот всего истории, когда вот появились уже возможности таких носимых энцефалографов, можно делать это компактно и не очень дорого для каких-то коммерческих таких вот штучек. Все время пытаются что-то вот такое реализовать и в коммерческих устройствах, и в каких-то таких вот небольших проектах любительских. есть какой-то вот интерес вот сделать вот, может быть, он связан с тем, что это просто такой… люди не понимают, что там много нельзя вытащить из этих интерфейсов, вот, но, по крайней мере, вот есть какой-то вот драйв, какая-то мотивация. Есть еще направление такое целое, тоже так, оно еще более маргинальное — это искусство такое, связанное с интерфейсом его с компьютером, называется «Brain Art». Ну, или так вот, одно из названий для него. И в нем… ну, вот есть книжка, вышла в 2019 году. Она… так, в общем, она платная, ну, может быть, можно где-то найти бесплатную версию. Достаточно интересно. Там собрали вот за всю историю примеры попыток вот создать какие-то перформансы на основе интерфейсов мозг-компьютеров в самых разных областях, ну, и музыки, и каких-то там визуальных искусствах. И там больше пассивных интерфейсов, но активных тоже очень много, если посмотреть примеры. Они, ну, какие-то такие совсем любительские проекты, то есть даже в книжке, хотя это научная издательство ее издало, там примеры все, почти все, ну, очень многие. Не научная литература, а какие-то на YouTube там такие вот ролики или какие-то еще такие сообщения в прессе. Тем не менее, там складывается какая-то общая картина. Ну, вот у нас был во вторник семинар. Возможно, мы где-то выложим, возможно, на моем канале скоро ссылку на запись. Там вот мне было более подробно, я рассказывал про эти активные интерфейсы мозг-компьютер, как их можно пытаться использовать вот для здоровых людей и что, собственно, за этим стоит, какая мотивация. Похоже, что вот, ну, я проанализировал там недавно в своей статье, что же это такое может быть. Вот складывается такая общая картина, что людям все-таки интересен какой-то необычный опыт вот такого взаимодействия с техникой без использования мышц. Мы обычно всегда используем мышцы для взаимодействия со всем внешним миром, а тут вот мы как будто действительно силой мысли. И насколько этот опыт реально можно сделать, чтобы это был не просто ВАО-эффект, а чтобы человеку было интересно пользоваться такими вот системами регулярно, и на это пока совершенно неизученный оказался вопрос, потому что просто никто этим не занимался. Может быть, дальше это будет понятно, и, возможно, вот просто улучшение характеристик таких интерфейсов, а оно просто сделает их гораздо более, не только и более приятный опыт какой-то давать, и одновременно более полезными их сделает. И в какой-то степени, может быть, все-таки конкуренция с обычными контроллерами для компьютеров, для игр, для роботов, она, может быть, все-таки будет какая-то, ну, не настолько проигрываем, как сейчас. Ну, так или иначе, вот это пока мы не знаем точно, но шансы есть, что там все-таки будет некоторое продвижение. С пассивными интерфейсами пока тоже нет никакой ясности. Там, ну, по-видимому, вот все-таки вот эта способность чувствовать состояние мозга, она так или иначе имеет коммерческий смысл, и, в общем, сейчас вот очень быстрый рост количества каких-то патентов в этой области и компаний, которые этим занимаются, видимо, что тут все-таки будет реально производиться. Теперь перейдем к, собственно, то, что сегодня мы планировали в этой лекции делать, а именно вот такая будет значительная часть лекции посвящена примерам создания интерфейсов мозг-компьютера, каких-то реальных примеров. Значит, мы сейчас... Секундочку. Чтобы следить за временем, я все поставил, секунду, наверх. А то мы довольно сильно отвлеклись на вот эту тему из прошлой лекции. Значит, примеры создания интерфейсов мозг-компьютера мы начнем с таких самых нашумевших примеров. Это вот Илон Маск, все его узнали. Он еще очень давно уже начал толкать такую идею, что нужно использовать интерфейс мозг-компьютера для того, чтобы соединить человека, социум, человеческую цивилизацию, с миром машин, с искусственным интеллектом, который становится все более и более мощным. И если мы это не сделаем, этот интеллект нас поработит, потому что он становится слишком мощным. А тут мы станем, поскольку мы будем с ними соединены, значит, мы станем мощнее, чем он. Ну, это высказывал Курцвейл. В России тоже разные люди пытаются это все как-то идею давно уже как-то развивать. Но интересно, что здесь как-то хорошего научной проработки никто не пытается под это сделать. Посмотреть, собственно, как математически смоделировать, как будет идти такое взаимодействие или как-то логически как-то более серьезно углубиться. Тут, по-моему, здесь очень много всяких проблем. Например, совершенно не учитывается то, что очень сложно в такой системе отслеживать ошибки, если это вообще, в принципе, возможно. И совершенно непонятно, как, допустим, если считать, что этот интеллект может быть такой злобный, что он нас может поработить, то точно так же может происходить и с тем интеллектом, к которому мы подключимся, и это будет еще менее заметно для нас и более опасно. Мне кажется, это очень нелогично. Тем не менее, несмотря на то, что он говорит, что у него эта компания для того, чтобы помогать людям, парализованным, паркинсоникам и так далее, сейчас они еще слепыми пытаются эти технологии для зрительных протезов делать. Понятно, что вот он, судя по тому, что вот он время от времени, сейчас вот был в этом году тоже в интервью, сказал то же самое, видно, что его интерес, он прежде всего этот, то, что ну вот про больных надо говорить для того, чтобы реально инвестировали, чтобы государство как-то тоже поддерживало, иначе вот такие сумасшедшие идеи, конечно, для таких, тем более, что речь идет о том, что нужно испытывать технологии на людях. Ну вот ему это приходится делать, но вот идея, которая за этим стоит, ну не похоже, что он к ней реально идет к ее реализации. Даже, собственно, ну и для больных непонятно, когда он сможет сделать полезное. Потому что вот, ну вот, если мы смотрим историю, где-то с 16-го года примерно мы про это все рассказываем. Сначала это была идея такого нейрокружева, нейролейс. Потом они сделали, ну вот уже вот когда компания нейролинк, он, собственно, купил, и стала, в общем-то, она сейчас только с ним ассоциируется, хотя сначала было для других целей ее создали когда-то. Ну, так или иначе, вот они одну вещь действительно очень хорошую сделали, вот эту такую швейную машинку, робот, который вот имплантирует электроды очень, вроде бы, интересным, с новым способом. Но они постоянно вот и обещают, что будут вот-вот испытания на людях, но это даже как-то близко к этому не подвигается. И каких-то реальных достижений даже на животных, собственно, там нет. Это все какие-то воспроизведения экспериментов довольно старых. Вот. И похоже, что вот здесь вот эта, ну, маска есть много очень успешных, ну, по крайней мере, несколько успешных проектов, по-настоящему успешных. Но здесь, возможно, слишком много такого нужно знать из области, ну, совсем связанно с наукой такой, а не просто инженерией. И, в общем, из-за этого его вот руководство этой компанией, оно как-то не способствует тому, чтобы это куда-то хорошо вот реально двигалось. Еще более нелепая была ситуация у Марка Цукерберга. Правда, она еще менее заметна была, но там, собственно, в 16-18 годах там была попытка вот делать такой интерфейс, который вот, ну, пользователи Фейсбука будут, мол, там силой мысли печатать там больше ста слов в минуту на основе якобы некой новой оптической технологии. Там привлек такой, нанял очень известный менеджер Эргина Даганна. Она в DARPA какими-то известными проектами руководила еще некоторыми. И она обещала, что вот мы сейчас сделаем такое супер какое-то оптическое чтение. Ну, похоже по описанию, что это какой-то особый инфракрасный имиджинг, очень инфракрасная визуализация, но с какими-то особыми характеристиками. Якобы она очень быстро будет чувствовать очень ранние отклики или вообще какие-то нейрональные, собственно, нейрональную активность или ранние отклики кровотока. В общем, там ничего конкретно не говорилось. В общем, специалисты очень скептически к этому относились. И, действительно, в 2019 году вдруг оказалось, что Цукерберг купил Control Labs. Это фирма, которая делала фактически такие миографическое управление. Там ставятся электроды на руку и чувствует небольшие микродвижения или даже просто небольшое напряжение мышц. Так что человек не должен как-то делать крупные движения и, тем не менее, может осуществлять некое управление. Ну, это подобные технологии используются в бионических протезах, так называемых. В принципе, в ней ничего нового нет. Возможно, она для инвалидов будет действительно как-то в каких-то случаях полезна. Сейчас это не очень широко используется. Но для здоровых людей это, конечно, было очень странно. И причем она потратила огромные деньги, видимо, пытаясь как-то компенсировать то, что он обещал писать в Facebook силой мысли. А тут вроде бы это немножко похоже на... И он это подавал сначала как нейроинтерфейс. Прямо так говорю, что это делается нейроинтерфейс. Но сейчас вот в этом году они в их демонстрациях публичных это показали. И даже, кажется, вообще в прессе практически не заметили, что вот такая штука... Ну, потому что она действительно очень небольшие возможности дает. И совершенно это не нейроинтерфейс. И это не эффективное средство взаимодействия там с соцсетями. Вот. И, ну, в прошлом году они уже сказали, что оптическим интерфейсом они уже не занимаются. И похоже, что у них просто сейчас вот никаких серьезных проектов в этой области нет вообще. Совсем другие проекты, вот, ну, были вот успешные. Они шли совсем по-другому. Хотя очень долгое время. Вот Эндрю Шварц, про него, наверное, в каких-то лекциях уже говорили. Он когда-то занимался исследованиями, ну, как чисто фундаментальный такой исследователь, исследованием моторной функции. И у него были такие классические работы, где было показано, что вот есть нейроны, которые чувствительны к направлению целенаправленного движения. И в какой-то момент вот они стали экспериментировать с реальным временем. Вот на основе этого рассчитывать куда... На обезьянах сначала, куда обезьяна вот хочет сделать движение. Сначала это... Ну, сейчас здесь были эксперименты с такой виртуальной реальностью, где, значит, обезьяну учили рукой там двигать по какому-нибудь предмету, там, тору, например. А потом это уже перешло в то, что вот здесь как-то фиксировали руку, и она должна была такой уже роботизированной руку провести, схватить ею еду и себе в рот положить. И это, в общем, удалось сделать, хотя видно, что там, ну, некоторые погрешности были, и довольно долго тренировать еще нужно было. Ну, вот это начало работать. И кончилось с тем, что, в общем, ну, к сожалению, действительно дальше не очень пошло. Вот. Но они сделали совершенно замечательную демонстрацию вот с вот этой женщиной Джен Шуирман, когда она научилась рукой с семи степенями свободы, ну, потом они на десять даже перешли, делать самые разные движения, там, это, причем, одновременно управление по вот этим самим степеням свободы, ну, в общем, совершенно фантастический был прогресс в сравнению с тем, что было до того. Вот это, собственно, было на основе, вот в тринадцатом году они это сделали, и, к сожалению, дальше эта технология не очень удалось сильно продвинуть. Оказалось, что слишком тяжелые вот эти тренировки, они, ну, можно научить кору управлять, но, в общем, и не очень это привычно и сложно это осваивать. Но, тем не менее, вот прогресс действительно был очень такой совершенно реальный. Или, ну, вот то, что тоже много раз уже говорилось, это Стентрод и фирма Синхрон и Томас Оксли, который по образованию он невролог, и он занимался вот неврологическими исследованиями, и, ну, медицински, и связанно с нейронуками, и вот у него возник вот эта идея Стентрода, и они сейчас, ну, вы знаете, с очень успешной башни тоже того же Маска, у них уже идут клинические испытания в США, в Австралии уже больше двух с половиной лет. Ну, в общем, вот такой вот базис идет когда от науки, получается, значит, все так вот хорошо. Ну, с неинвазивными интерфейсами то же самое. Ну, практически почти все основные такие вот известные интерфейсы, они были созданы людьми, которые занимались сначала исследованиями. Грей Уолтер, я уже в прошлый раз говорил, значит, открыл эту волну ожидания, потом пытался ее, значит, применить для интерфейсов мозг-компьютера, придумал довольно стромные такие вот варианты, и у него даже были некоторые эксперименты, но, правда, такие вот, про них остались только анекдотические такие вот, так сказать, упоминания. Бир Баумер, Нильс Бир Баумер, про который я тоже в прошлый раз говорил, он шел от научных исследований, Эммануэль Дончин с П-300, то же самое, и Герд Фуртшеллер, такой более технический человек, но вот он когда-то открыл метод, разработал метод десинхронизации, связанный с событиями, event-related desynchronization, который он не сразу смог внедрить, но потом, когда он долго-долго это проталкивал, стал очень популярным в нейрофизиологии, в психофизиологии, прежде всего. И вот уже на основе этого он потом с коллегами, которые уже совсем технически, сделал уже некоторые новые интерфейсы на основе моторного воображения. Значит, исследование разработки, это все-таки такое реально обычное, работающее пока что, по крайней мере, так все получалось почти всегда, что именно это такой наиболее эффективный путь. Потому что нужно освоить, бывает, очень много всяких тонкостей, потому что связано с мозгом, с разными феноменами его работы. Ну и немножко про наш опыт. Я уже кое-что говорил, что с P300 мы сначала освоили этот интерфейс на основе волны P300, просто его запустили где-то за несколько месяцев. Потом мы стали его смотреть, что там влияет, какие факторы важны для того, чтобы он работал, чтобы он хорошо работал, и смогли понять, что мы можем очень сильно варьировать устройство этого интерфейса, очень сильно отошли от исходного того, что все использовали матриц с буквами, стали делать всякие игры. Хотя до нас люди, которые пытались сделать на основе интерфейса мозг на волне P300, пытались делать игры, у них, как правило, тоже все эти матрицы, они были совершенно нерелевантны игре. Здесь у нас получалось это гораздо эффективнее, именно потому что мы разобрались, на чем это устроено. Дальше мы пошли уже в сторону еще большего отклонения от исходного идеи этого самого интерфейса. У меня был аспирант, который сообразил, что можно отказаться вообще от нерелевантных стимулов, то есть может мигать только один стимул, и это в некоторых случаях может быть полезно. Но он предлагал это прежде всего для калибровки, чтобы обучать классификатор, потому что в этом случае мы человека не загружаем необходимости не смотреть на ненужные мигающие стимулы. Но это, может быть, не самый лучший вариант для калибровки, потому что мы получаем чуть-чуть другую ситуацию. Но там, в принципе, по некоторым психофизиологическим данным предыдущим, там получалось, что мы эту волну P300 не сильно испортим, и тем более зрительные потенциалы. Но так оно и получилось. То есть она немножко стала P300 меньше, зрительные потенциалы почти не изменились, но, в общем, так оно вполне все работало. И мы это предлагали для того, чтобы при работе с тяжелыми больными, которым довольно сложно давать какие-то сложные инструкции, они им говорят, что не смотрите на мигающие стимулы. Они могут просто это не понять, как это делать. Внимание все время привлекается именно к тому, что мигает. А тут вот один стимул только мигает, и, в общем, он естественным образом на него люди смотрит. Но вот это как-то у нас не очень те, кто этим занимались, подхватили. А зато у нас получилась технология, ну, вот есть такая, в использовании таких интерфейсов, если это работа, допустим, с робототехникой идет, там часто бывает нужно такой асинхронный интерфейс реализовать, который, ну, асинхронный, значит, он в любой момент может сработать. И он, соответственно, должен иметь очень низкую частоту ложных срабатываний, потому что иначе он будет, ну, человек, допустим, вообще не нужно, чтобы что-то происходило, он там занят какими-то своими мыслями, занят чем-то вообще другим, а вдруг раз, оно сработало, очень плохо. Он может даже это не заметить, и там что-то пойти не так. Вот, и еще нужно, чтобы это быстро срабатывало, например, ну, вот человек едет на инвалидном кресле, который управляет каким-то там другим интерфейсом, где-то вдруг нужно быстро остановить. И это делали, вот тоже брали вот эту матрицу, там сингапурский, например, такой был проект, довольно красиво там у них было сделано, там хорошие робототехники с этим инвалидным креслом работали, но у них, они оставили все эти мигающие нецелевые стимулы, только вот нужно было вот для остановки смотреть на центральный стимул. Но это непонятно, зачем эти нецелевые стимулы были нужны, мы взяли их, убрали, и оказалось, что мы можем сделать гораздо более высокую просто частоту подачи целевого стимула в этой ситуации. Там, опять же, из-за этого все эти потенциалы немножко уменьшаются по амплитуде, но из-за того, что мы часто подаем, мы, значит, можем получить быстрое срабатывание без потери вот других показателей существенного. И мы вот на тот момент, мы сделали вот в 2014 году, у нас был фактически в мире такой самый быстрый такой вот интерфейс, и вот я сейчас, к сожалению, мы тогда не стали этим дальше заниматься, это опубликовали только в конференции такой, которая довольно сложная, к сожалению, у нее плохо как-то выложены ее труды, и она хорошая конференция, но Google даже ее довольно плохо находит, просто из-за каких-то ошибок там веб-мастера, видимо. Но так или иначе, вот там недавно была статья, в которой очередное улучшение в области вот этих самых, так называемых, свечей, вот этого типа интерфейс мозг-компьютер сделали, но они быстрее у них там, чем у нас, но у них есть табличка там за то, что было в предыдущие годы, и там видно, что вот после того, как мы это сделали, где-то три года там никому не удавалось там эти наши показатели превзойти. То есть, в принципе, ну вот такой подход, по крайней мере, вот хотя он не привел к практическим результатам, но он мог бы, в принципе, вполне тоже работать. Ну и, наконец, еще последний пример из нашей работы, а это я немножко про него, по-моему, каждый раз, в прошлый раз говорил, по крайней мере, показывал в видео в конце, но он такой получился несколько драматический. Вот здесь вот была волна ожидания, долгое время мы пытались использовать, про нее я говорил, значит, Грей Ултер еще в 66-м году, это все придумал про него, забыли потом, но еще была работа Торстен-Сандеров того самого. Вот он сделал на основе своей идеи вот этих пассивных интерфейсов, ну, управление с помощью взгляда, проблему, вот, о которой я рассказывал в прошлый раз, проблема прикосновения Медаса, то, что взгляд может кликать куда не надо, поскольку очень легко выходит под контролем. Вот он решил это, что нужно подключить вот это самое ожидание и реакцию интерфейса на ожидание, поскольку человек, если он сознательно пытается кликнуть какое-то место, значит, он ожидает, что система на это сработает, да, у него должна развиваться эта самая волна ожидания. И у него действительно там кое-что получилось, ну, когда я потом анализировал вот то, что у него, и вот эта работа, там похоже, что он не очень удачно там сделал этот дизайн-эксперимент, у него фактически там получалась волна П-300, вместо того, чтобы вот эта самая волна ожидания, потому что он сам инженер по образованию, у него очень хорошие идеи, но вот из-за того, что он психоизиологию не везде там достаточно хорошо знает, у него не всегда это получалось хорошо реализовывать. Вот, но мы сделали довольно таким простым способом, в общем, вообще-то шли вроде бы не физиологически, не психологически даже, больше инженерный сначала был подход, то есть мы просто набрали вот эти фиксации взгляда в игре вот с этими самыми шариками, где человек должен был сначала выбрать шарик, но если он просто так на него смотрел, ничего не происходило. Это мы набирали такие спонтанные фиксации, но он мог сначала смотреть на, так называли это кнопку, для включения управления, он тогда сначала смотрит, управление включается, после этого он смотрит на шарик, и тогда шарик обводится рамочкой, и его можно переставить на нужное поле, собственно, игра линии, там нужно, в общем, собирать линии одного цвета, и, соответственно, нужно было точно перенести шарик, куда нужно в процессе игры. И мы таким образом могли понять, что если человек перед этим смотрел на так называемую кнопку, значит, он намеренно смотрел на шарик, а если не смотрел перед этим на кнопку, значит, не намеренно. Ну, там немножко было все сложнее, там нужно было еще некоторые промежуточные случаи удалять, но, тем не менее, в основном это можно было такие два класса, намеренные и спонтанные фиксации на шарике, или задержки взгляда на шарике выбрать, и мы нашли там волну, так называемую волну ожидания, но нашли ее не сразу, собственно, мы могли бы ее пропустить, но какой-то момент, мы не знали вообще-то в тот момент, что мы ищем. Мы не повторили эксперимент с Андером, и я к тому времени, честно говоря, просто про него забыл, мы просто хотели набрать как можно больше данных одного и другого типа. Так, собственно, вот люди из машинного обучения обычно подходят к таким задачам, но там нужно было, мы понимали, что нужно понять, что если там у нас классификация идет, то за счет чего это срабатывает. А там слишком легко получить движение, за счет движения глаз, артефакты от глаз. И если у нас срабатывает на артефакты от глаз, то это, ну, какой смысл тогда вот этого управления. Нам нужны какие-то вот хорошие физиологические ответы, которые были полезны для этого. Но, в конце концов, значит, у нас был студент с кафедры высшей нервной деятельности биофак МГУ, который вот внимательно, у него, собственно, была задача этим заниматься, разбираться, что там происходит. И он в какой-то момент наконец-то разглядел там вот некую волну, и он сообразил, что, ну, она была вот, так сказать, слишком все это было зашумлено, поэтому можно было пропустить. Но он сообразил, что вот это похоже на то, что вот в литературе описано как волна ожидания, и по ситуации сама она именно соответствует такому требованиям, которые, к условиям, когда эта волна должна возникать. Вот. И мы тогда за это схватились, и, в общем, в конце концов, раскрутили, в конце концов, поняли, как там обрабатывать сигнал, чтобы эта волна была четко видна. Ну, и вот у нас была там еще статья такая, в общем, сейчас пока все еще хорошо цитируется. Ну, предложили вот эту систему, потом, ну, правда, когда я писал, я уже вспомнил про Цендера, там его цитируем вполне. Вот. Но то, что идея исходна все-таки его, но вот мы показали, как это можно вот эту волну очень четко, значит, выделять вот в таких вот условиях. И мы там сделали потом еще там разные игры и там другие тестовые задания, где это все воспроизводилось. В общем, там просто у нас практически оказалось, что у всех людей, которые были у нас в эксперименте, что-то такое вот, ну, как правило, довольно хорошо вылезало. И на основе ее можно было все классифицировать. Ну, замечательно, значит, надо делать онлайн-интерфейс. Это сначала мы просто набирали, как бы в оффлайне моделировали на этих данных. Вот. Сделали этот интерфейс. Ну, это довольно долгая была история, потому что там было нужно, чтобы на лету все это классифицировалось, чтобы человек долго не ждал. Вот у Цандера там были гибридные интерфейсы, еще в то же время, в 2010 году, очень хорошо цитируется статья, но там было у него 10 секунд, вот человек смотрит какую-то точку, 10 секунд он моторно воображает там что-то. Ну, вот это, по-моему, совершенно невыносимая ситуация. Он где-то там сократил, по-моему, до 6 секунд, но, в общем, тоже все плохо. А сейчас вот лучших таких вот интерфейсах гибридных с моторным воображением и взглядом там где-то около 4 секунд, по-моему, достигают, может быть, чуть-чуть меньше, но все равно это тяжело. А здесь надо было, чтобы меньше, чем за секунду срабатывало. Причем, ну, после момента фиксации, по идее, у нас должно было срабатывать, ну, совсем сразу, где-то сотни миллисекунд, самое 200, там, 300 максимум. В конце концов, сделали такую систему, но оказалось, что она фактически не работает. То есть вот в игре у нас вообще не получалось никакого такой пользы от этого интерфейса. Ну, тут, казалось бы, вообще такой вопрос может возникнуть, а зачем вообще нужен какой-то интерфейс, если у нас и так люди играли. Но дело в том, что они все время отвлекались на эту кнопку, да, и, в общем, это не очень удобно. И точно то же самое, я в прошлый раз говорил, что управление с помощью взгляда, там все время эти проблемы, как только пытается как-то решать проблему прикосновениями DAS, сразу возникают какие-то дополнительные неудобства в интерфейсе. И вот все только так идет. А здесь мы решили, что мы можем убрать эту кнопку, и вот на этой волне ожиданий все будет срабатывать. Ну, мало того, что там и точность была не очень высокая еще на тот момент, но оказалось вот что. Значит, что когда люди получают некоторый опыт взаимодействия с этой системой, там появляется некоторое количество ложных срабатываний. И тут вроде бы красивая идея, вот это еще у Грей Ултера было, что вот интерфейс срабатывает на ожидании срабатывания. Вот. И нам это очень нравилось, мы это хотели все-таки все-таки развивать. Но оказалось, что ожидание ложных срабатываний, оно тоже вызывает такую же волну ожиданий, судя по всему. Мы ее не очень подробно там анализировали, но вот все на это указывало, что, ну вот, получается, что вот эти... Ну, а совсем от ложных срабатываний очень сложно. Мы пытались потом сделать очень сильно повысить точность, но это пока никак не получалось. Видимо, полностью их нельзя избежать, а значит, у человека будет все время ожидание возникать вот этих ложных срабатываний, и интерфейс будет срабатывать, когда не нужен. Когда человек, точнее говоря, когда на любую фиксацию, человек начинает подозревать, что вот сейчас может сработать интерфейс. А это неудобно, вообще, когда шарик ставится куда-то не туда, или когда он выделяется, когда не нужно. В общем, пытается этого избежать все, и, соответственно, старается просто меньше смотреть на шарик. Это помогает, но это сделает просто сильно неудобным это управление. Надо все время как бы дергаться, только начинаешь смотреть просто для того, чтобы продумать позицию. А, сейчас он может сработать, надо убирать взгляд. Но это вот та же самая проблема, что если бы мы просто на чистое глазу управление бы работали, и без вот таких предохранителей, типа этой кнопки. Соответственно, мы пытались решить улучшение классификации, но ничего не получилось. И там еще некоторые проблемы были. Мы заметили, что, в том числе я на себе это часто ощущал, что если мы работаем с этой системой, когда она в онлайне на нас реагирует, очень часто можно не заметить, что мы хотим сделать какое-то, что мы не хотели сделать действие, оно делается, шарик выделяется. Почему? Потому что, ну, вот намерение, оно формируется не так вот дискретно. Вот, значит, совсем не было намерения, потом вдруг оно появилось. А есть какая-то подготовка. И эту подготовку, ее можно спутать с тем, что намерение уже было, уже возникло. И, ну, обычно удавалось, вот там, собственно, чтобы нам статистику иметь, вот когда, собственно, был такой ground truth, что называется, как на самом деле для расчета точности классификации. Мы должны знать, когда человек хотел, а когда он не хотел сделать ход. Мы просили там отмечать какой-нибудь кнопкой или каким-нибудь движением глаз случай, когда, или, допустим, перевыбором этого шарика, если он выбрался, когда не нужен, значит, его еще раз можно было посмотреть, и он отменился бы выбор. Но мы могли, соответственно, засекать, если бы люди всегда точно сообщали, когда у них происходила эта ошибка классификатора. А получалось, что вот чувствуешь, что вроде бы, ну, там он выбрался, вроде бы я не хотел выбрать, но вроде бы я уже собирался, и где-то это, оказывается, в первый момент очень сложно почувствовать эту грань. похоже, через некоторое время это обычно удается. Ну, там уже один-два еще хода сделаны были, и определить, что, как отметить именно предыдущий ход, это слишком сложно, надо сбивать все это, как бы, разрушать погружение в эту самую игровую ситуацию, и, в общем, это было бы ненормальным. В общем, тут возникает вот много проблем, которые вот были совершенно, пока у нас была такая оффлайн-система, мы их про них как-то не подозревали, про некоторые из них, а про некоторые думали, что они будут несерьезны, как вот с этим, с ожиданием, но вот оказалось, что мы там ничего не можем сделать. В общем, вот так мы все-таки долго промучились, пытаясь вот реанимировать вот эту свою идею, или как ее, ну, сделать ее все-таки рабочей, но ничего не получилось, мы пришли в другую сторону, стали двигать эту, сейчас у нас, мы занимаемся поиском специфических маркеров, то есть тех, которые именно связаны с намерением. У нас вот по, мы использовали магнитный энцефалограмму, там вроде бы получились, вот это, собственно, картинка из МЭК, мы там некоторые компоненты выделили, которые, ну, здесь вот было начало зрительной фиксации, и есть там компоненты, связанные с просто самофиксацией, а есть те, которые не связаны с фиксацией, и которые, ну, точнее говоря, ну, зри фиксации, они не только характерны для случаев, когда у человека было намерение, или, по крайней мере, они более мощно выражены. Ну, вот классификация на этом идет, но пока слабенькая. Вот мы теперь поняли, что в ВЭГ мы все-таки тоже можем найти компоненты такого типа, пытаемся, может быть, в ВЭГ даже это получится лучше, или, может быть, в ВЭГ вместе с МЭК, или, может быть, МЭК с помощью новых магнитометров, которые можно ставить прямо на голову и получать более мощный сигнал и с большим пространством разрешения. Может, так или иначе, мы это сейчас пытаемся разобраться, какие есть еще тут возможности. Ну, в общем, тут постоянно приходится это смотреть, не только чисто инженерно, но и привлекать вот другие знания. Так. Ну вот, сейчас, значит, вот этот самый опыт рассказал, как мы этим занимались, как другие люди там делали какие-то новые типы интерфейсов. Но сейчас вот я попробую так, не знаю, в какой степени это хорошо получится, четко, наверное, нужно это будет потом дальше как-то еще продумывать, какие-то рекомендации. Я не видел все-таки в литературе, чтобы вот кто-то достаточно разумный именно для людей, которые занимаются интерфейсом мозг-компьютер, какие рекомендации бы давал, как это, собственно, делать эти интерфейсы. Ну, в общем, так или иначе, вот на основе этого опыта я сейчас вот это сформулирую. Ну, речь идет о том, что вообще, что делают люди, которые занимаются интерфейсом мозг-компьютер в исследованиях и в разработках. либо это адаптация какого-то существующего интерфейса под какие-то конкретные задачи и надо сделать, чтобы он лучше работал, чтобы он соответствовал этим, так сказать, потребностям там групп какой-то пользователей. Вот, делает усовершенствование таких более принципиальной, не просто адаптации, но и которые можно было применять для разных задач. Или делаются вообще совсем новые интерфейсы. Вот, собственно, я рассказывал только что про это. Но везде примерно одни и те же нужно понимать есть проблемы. Значит, ну, во-первых, но это не только проблемы, это еще и как бы плюс большой интерфейсов. Ну, вот, презентацию я там выложил в в Телеграме, там можно будет найти, здесь я на самом слайде нет, ссылок на вот эти статьи, которые, собственно, здесь имеются в виду. Это еще 2005-й у Каплана и у Вольпу 2007-й год статьи про интерфейс мозг-компьютер как новый выход мозга. То есть, вот, эволюция всегда только выход мозга в каком-то кибернетическом смысле, то есть там, где мозг подключается к внешнему миру, он всегда через мышцы. А здесь появляется новый выход, но у него Каплан подчеркивал, есть особенные новые возможности, которых раньше не было. А Вольпу, он также говорил про то, что это создает серьезные проблемы. То и другое надо иметь в виду. И вот как Вольпу это объяснял, но это было уже позже, на тоже вот этой конференции в Грации, которую я уже упоминал, вот он показывал слайд и где-то у него в книжке потом он там вышел, книжка, значит, это все это есть. Может быть, даже в той статье еще было. Значит, это как делают задачу а, по-моему, даже было в какой-то лекции уже в инвазивном, неинвазивном интерфейсе и с помощью джойстика. Задачи немножко разные, но очень, в принципе, много там сходств, поэтому их можно сравнивать. Оказалось, что распределение вот времени реакции, ну, время волнения, точнее, этой задачи в случае, когда было инвазивное и неинвазивное управление было очень похожим. Вот это синие и красные кривые, они, видно, что они такие размазанные, довольно медленные, очень длинный хвост. Причем длинный хвост в обоих случаях и инвазивных и неинвазивных. А вот слева такой остренький пик это джойстик. Почему так вот? Ну, он тогда подчеркнул, что на тот момент так и было, это еще было до той самой работы Шварц, про которую я сказал там уже, где женщина с семи степнями свободы, конечно, там стало уже ясно, что инвазивные интерфейсы имеют существенные преимущества. А тогда он подчеркивал, что по данным на тот момент вообще даже инвазивных особых преимуществ нет. Но, по крайней мере, вот это осталось, то, что будет много всегда ложных, не ложных, затянутых срабатываний. И это, видимо, связано с тем, что подключается такой интерфейс неоптимальным образом. Подключается интерфейс мозг-компьютера обычно к коре. Можно его куда-то еще подключить, но это будет уже, он не будет решать те задачи, которые обычно нужно решать. Это нейроны, чаще всего уже, если это травма спинного мозга или тем более это какие-то еще проблемы, инсульты с аммиотропным склероз, мы уже там уже все это или плохо или не работает совсем. Значит, мы получаем, соответственно, при подключении к коре такой ситуации, когда вот подкорковые структуры и тем более спинной мозг, которые все время в обычных условиях вовлечены в реализацию движения, они у нас не работают. Соответственно, кора может какой-то степени довольно-таки адаптивный оказался у органа и, в общем, она адаптироваться может, но все равно это будет далеко от идеала. Он как предлагал решать эту проблему. типичная попытка использовать это самое управление через интерфейс мозг-компьютер, оно выглядит вот в таком тупом виде, вот этот процесс контрол это когда мы пытаемся через такой интерфейс контролировать все функции устройства, которыми мы управляем. То есть мы должны иметь много каналов, по ним много разных вариантов команд или очень континуальное это управление. В принципе, это более-менее получилось у Шварца, но как я говорил, с большими ограничениями не очень все точно получалось и точность не удалось полностью решить. И очень тяжелое обучение. Тем более с неинвазивными интерфейсами это просто не может работать. Но даже с неинвазивными интерфейсами можно использовать вот такой подход это выбор целей. Собственно, вот то, что я говорил в этом случае с управлением Мерседесом, там не шла речь о том, что будет водитель полностью силой мысли управлять, а он просто робототехники предлагает ехать в ту сторону к такому-то месту назначения или к такому-то месту назначения. То же самое может пользоваться инвалидным креслом, например, дать такую команду этому креслу, и это уже в принципе давно такие интерфейсы пытаются разрабатывать. И это, похоже, все-таки гораздо безопаснее, чем если все время человек сам пытается управлять даже с помощью инвазивного интерфейса. Видимо, будет слишком много ситуаций, когда что-то может пойти не так. А здесь это все на робототехнике. Дальше психологические факторы. Я эту картинку уже показывал, что в отличие от того, что обычно представляется, что это есть просто система интерфейса мозг-компьютера такая чисто техническая, есть очень большое значение имеет мысленное действие пользователя, потому что иначе мы не получим без того, чтобы это была какая-то правильная мыслительная деятельность, получим не те паттерны на наших сенсорах, и, соответственно, вся техническая система не сможет нормально работать. Только некоторые мысленные действия дают нужный эффект. Но, соответственно, вообще изменение контекста, изменение каких-то факторов внешней среды, изменение эмоционального состояния, они на это все могут влиять. Многие мысленные действия, соответственно, нельзя их как-то полностью контролировать сами по себе и так далее. Здесь очень много возникает вопросов, которые без того, чтобы в них влезать, мы просто не получим реальное управление. То есть мы можем в оффлайне промоделировать более-менее нормально, но это в реальном управлении не будет работать. Потом это то, что я хотел сказать, может быть это довольно тривиально, но это я много раз встречал, что люди где-то в статьях находят некоторый феномен, нейрофизиологически как-то показали, что вот такой-то психологический активность сопровождается такими-то компонентами, которые различны в этих разных состояниях, значит, давайте будем их использовать для классификации. К сожалению, это далеко чаще всего не так, потому что тут просто разная статистика. Мы в мере физиологии у нас много данных, просто можем повторять эксперимент много раз, много раз предъявлять стимулы, много раз просить сделать какое-то действие, и мы еще смотрим это обычно по группе. Соответственно, статистику, вот такая групповая статистика, она нам дает иногда срабатывание, даже когда там небольшой эффект, может быть у конкретного человека не будет, даже может быть у довольно многих испытуемых ничего не будет наблюдаться, и тем более не будет наблюдаться в очень многих трайлах, пробах. но в интерфейсе мост-компьютера конечно мы не можем на группе много попыток, это как правило совершенно нереально. Обычно просто единственная проба, казалось бы вообще в принципе нерешимая задача, но вот с помощью метода машинообучения все-таки удается ее решать, но отсюда соответственно нужно очень хорошо разбираться машинам обучения и в то же время нельзя использовать многие феномены, которые с обычной статистикой были найдены, потому что отношение сигнала к шуму будет слишком плохим для таких единичных срабатываний. Ну и вот есть валидации и так, я не очень удачно сформулировал здесь это подводные камни конечно, то, что я перед этим говорил это тоже, но здесь речь про другие подводные камни в основном про тестирование. Ну вот при тестировании алгоритмов казалось бы, ну даже люди, которые очень хорошо разбираются машинам обучения, почему-то вот с мозговыми данными особенно часто делают, ну не заметно, это не кажется, но я как рецензент просто довольно часто встречаюсь в статьях, в которых присылают на рецензию, ну просто удивительные ошибки в самых разных местах, которые вот и они очень часто на самом деле такие статьи в конце концов где-то публикуются, оказывается, что там ну подается как будто очень все хорошо работает и это потом попадает еще в прессу. Вот обычно на самом деле нет, необычно, извините, ну довольно большой процент научной публикации он содержит всякие ошибки именно в корректной валидации. Так или иначе, ну например, люди работают с каким-то датасетом, сами записали или где-то из интернета взяли, но перебирают разные там архитектуры, разные гиперпараметры, вот, потом где-то с чем-то у них это лучше работает, ну что-то они дальше там все у них корректно организовано, все это вот есть обучающая, тестовая выборка, там все нормально работает, ну то, что вот этот шел перебор, он часто даже в статье как-то не отражается, из-за этого в общем мы часто просто не можем воспроизвести результаты, которые где-то там публикованы, вроде они очень хорошие, но вот из-за такой вот проблемы там просто уже оптимизировано все было исходно под этот датасет. Есть более, ну там есть очень много всяких таких вот мест, где могут произойти утечка, и с ними очень утечка как бы тестовых данных в разработку оптимизации алгоритма, и полностью от них очень сложно избавляться. Ну, например, человек может взять, посмотреть на как выглядят эти данные, и ну где-то там допустим бейзлайн, где-то вот вычитать допустим средний будет с учетом того, что он видел, да, а потом он просто может забыть, что это фактически он использовал все данные, и это уже повлияет как-то, то есть в принципе он должен был убрать некоторую часть данных тестовые, и только после того, что он уже все оптимизирует, уже окончательно он тестирование делает так, что больше его не повторяет. Вот эти тестовые данные нельзя нигде использовать в процессе оптимизации. Вот, а это вот почему-то так или иначе, ну не почему-то там понятно, что все это слишком много таких вот даже психологических моментов, на которых там трудно пройти и не потерять эти тесты, девственность этих тестов и данных. Значит, сложность оценки откликов интерфейса мозг-компьютера, ну то, что я говорил, что часто мы, когда даем какую-то тесту, ну какую-то конкретную задачу, допустим, напечатать такой-то текст, да, тогда мы понимаем, что вот если печатается не та буква, значит, это ошибка. А если человек сам какой-то текст печатает, там уже все сложнее, там, может быть, он там печатает букву, какую-то, не ту, печатается не та, которую он хотел, а он потом думает, а вот это слово в принципе тоже можно заменить на слово, которое начинается с этой буквы. Ну это небольшое отклонение, но вот в том эксперименте, про который я рассказывал, там было очень много таких вот случаев, когда человек мог неправильно оценить, что он свое собственное намерение. Вот. И очень тяжелая группа проблем связана с артефактами, ну про них уже наверняка там в каких-то лекциях говорилось, это прежде всего мышцы, глаза, ну еще могут движение языка, движение головы, то, что не связано с управлением, оно затекает в сигнал, который мы снимаем, и это не только ЭГ, это может быть кортикограмма, по-видимому, даже внутрикорковые, ну нет, внутрикорковые скорее всего нету, но кортикограмма это может попадать. и даже вот мы вроде бы там какие-нибудь сокады, небольшие вроде бы потенциалы дают на ВЭГ, сопоставимые сами сигналы ВЭГ, и на затылке они почти не видны обычно. Но если у нас такой четкий сигнал, и он повторяется в каких-то определенных условиях довольно часто, и он еще может от человека к человеку очень хорошо воспроизводиться, там, сейчас вот с развитием глубокого обучения очень часто нужно много данных, и неплохо работает трансфер или обучение на группе, вот, обобщать вот то, что видим у разных людей, а как раз вот такие артефакты, они очень хорошо обобщаются. Мышечные немножко похожи, а вот движение глаз там просто идеально. Бывает, что люди, ну, очень часто говорят, что вот мы очень хорошо почистили данные у нас, мы и фильтрами, и методом независимых компонентов, еще там каким-то способом, и у нас все глазные компоненты мы тщательно удалили. Тем не менее, даже в таких вот данных там могут быть очень небольшие какие-то систематические связанные с глазами паттерны, на которых очень четкая там пространственная структура будет, и временная, и классификатор может запросто за это зацепиться. Тут вот это, ну, во-первых, надо хорошо понимать источники этих артефактов, делать разные тесты, где, допустим, количество артефактов может варьировать и смотреть, будет ли меняться точно классификации. И вот в принципе стали появляться вот в том числе Алексей Асачи, вот по его идее была создана нейросеть под его руководством, который мы недавно использовали вот в своей работе, там очень хорошо интерпретируются паттерны, которые используют сеть. Они, ну, как можно визуализировать там и топографию, и спектр, и мы четко видим, значит, вот если это связано с глазами, допустим, или связано с мышцами, там паттерн, конечно, резко отличается от мозгового. Ну и да, еще вот то, что я, опять же, из нашей истории с интерфейсом Голосмос-компьютер, вроде бы все хорошо работало в оффлайне, но вот в онлайне оказалось, что мы вот эту реакцию на срабатывание интерфейса мы в оффлайне не могли никак промоделировать, а она оказалась очень мощной. Ну и очень часто бывают просто люди не обязательно из каких-то нехороших соображений, а просто не сообразили, что они здесь сделали какую-то задачу, которая очень хорошо работает вот этот самый интерфейс, а в том она не очень хорошо моделирует реальную жизненную ситуацию, и может оказаться, что, ну вот, кстати говоря, артефакты стоит вычищать, или, по крайней мере, понимать, где они возникают, потому что в реальной жизни если мы на здоровом человеке получили какое-то хорошее управление, у него, допустим, напрягаются какие-то определенные мышцы, там, какие-то эмоциональные состояния, у парализованного человека, у него будет все по-другому, у него будут спастические сокращения, там совершенно другой топографии, временной динамикой, и так далее, там все будет, мы не увидим такого, то, что получается у здорового, и скорее всего вообще не увидим систематического какого-то такого управления, даже если мы там по-другому совсем будем обучать классификаторам. Вот, ну, здесь очень много всяких нюансов, поэтому я тут скорее отсылаю все-таки к литературе, если хочется внимательно разобраться, вот, в частности, по, это не по интерфейсу мозг-компьютер, все, но вот это вообще по машинному обучению в исследованиях, но мне очень понравилось здесь, в принципе, довольно кратко, и, ну, такие самые основные вещи очень так понятно сформулированы, практически, мне кажется, там все, что там, все пункты, которые там перечислены, там они применимы к интерфейсу мозг-компьютеру. Ну, есть еще более специализированные, но это тоже не совсем интерфейс-мозг-компьютер, здесь на нейрообратная связь, здесь, ну, и здесь фактически это BCI, но это пассивный в основном интерфейс мозг-компьютер. Так, ну, вообще нам уже сейчас надо, видимо, скоро заканчивать. Да, ну, это, собственно, последние слайды. Я пытался понять, что сейчас вот у нас можно сформулировать какие-то текущие основные направления и ближайшие в интерфейс мозг-компьютер. Ну, вообще-то, очень сильно зависит от некоторых технических там, развития технологии, которые пока еще не все просчитывается. так или иначе, понятно, что будут много заниматься интерфейсами для парализованных людей. По-видимому, в какой-то степени эти задачи могут быть решены. Конечно, это не восстановление полностью жизни, как у здорового человека, но, по крайней мере, решение некоторых базовых функций, может быть, через какое-то время там станет более-менее доступным. хотя непонятно, вот все-таки можно ли это будет делать с неинвазивными или все-таки это будет требовать обязательно инвазивных интерфейсов. Нерореабилитация, ну, по крайней мере, будут точно продолжаться попытки использования нерореабилитации, а вот результаты пока, вот я говорил, что это все и вот в лекции Анатолия Васильева, что там очень много можно критиковать и, ну, может быть, все-таки это решение будет найдено, это пока неизвестно. Вот пассивные интерфейсы для здоровых, про это я сегодня много говорил, только еще упомяну, что очень модно это сейчас пытаться использовать для каких-то образовательных целей, что вот ставить в школьнику интерфейс и, значит, смотрим, если он отвлекается, то, значит, надо ему как-то сказать, что вот как-то его подбодрить или еще как-то там сделать, но тут есть множество всяких проблем, прежде всего то, что это слишком неточная технология для таких дел, не говоря о том, что, в общем, такая обратная связь, она, ну, нужна ли она в принципе, тем более, если педагог не может увидеть, что школьник там проблемы с вниманием, так просто простым глазом, то, скорее всего, ему и не очень поможет такая технология. Ну, в менеджменте та же самая проблема, там, в общем, и люди очень, конечно, не хотят, чтобы за их мозгами следили, поэтому такая довольно сомнительная, мне кажется, перспектива. И то, что я уже говорил, это вот при управлении транспортных средств детекция потери сознания или потери возможности управления, не только в транспортных средствах, может быть, где-то ответственная функция, там, оператор атомной станции, что-то еще такое, вот, но сложная очень область, и, в общем, здесь очень сложно что-то прогнозировать. Да, ну и возможности, я уже говорил в прошлый раз, что, конечно, очень важны сухие электроды, чтобы улучшались, и магнитометры, которые могли бы в обычном магнитном поле работать, ну и, может быть, какие-то другие сенсоры, сенсоры, конечно, очень критичны, особенно для неинвазивных интерфейсов. Нет, вообще говоря, для всех, но для неинвазивных в том числе. Прогнозировать с машинным обучением, он вроде бы уже максимум, что можно, уже вытащил из той же электроэнцефалограммы, а может быть, еще есть что-то здесь, возможности пока тоже, опять же, непонятные. Новый интерфейс, это то, что я, опять же, говорил, в том числе вместе с глазами. И, ну, конечно, интересно было бы совсем новые какие-то подходы все-таки найти. Ну вот, Александр Яшков-Каплан буквально вчера с ним тоже это обсуждал, вот он в последнее время такой, как толкают идею, что обычные интерфейсы мозг-компьютера это все уже закончилось, там, ну, можно что-то технически улучшать, но принципиально нового ничего не будет, надо совсем новый тип интерфейсов, и, по крайней мере, сейчас в исследовательском плане такой развивательный интерфейс мозг-компьютера номер 5.0, вот, где там мозг вступает в какое-то плотное взаимодействие с генеративными нейросетями, вот, но, не знаю, там, конечно, много еще пока тоже непонятного, но это было бы тоже интересно, в принципе, то, что вот можно найти, пытаться какие-то новые ходы, это пока что, пока что это есть. Вот, так, это все, я только вот еще скажу, что про, конкретно про активный интерфейс мозг-компьютера, я немножко говорил, но если будут интересны ссылки, вот это моя статья была вот в этом году, такой мини-обзор или опинион мнения, но там есть основные ссылки вот просто по этой литературе. Вот, спасибо, теперь вот есть возможность задать вопросы, да, еще, я напомню, что у нас есть канал, где публикуются всякие новости, и, в том числе, я думаю, что про какие-то апдейты вот по этой всей тематике там тоже будут. Да, есть ли вопросы? Вы, мы уже говорили про интерфейс, где движение движется и не вышли по литературе, а по литературе мозга объявляется и в какой-то момент ожидает, что интерфейс ошибется и за это он ошибается. Мне было непопытно как-то отзывить момент, когда человек увидит, что интерфейс будет понимать, в том плане, в том плане, если я привык, там хорошо, например, то есть картинка минусы согласованы, а потом в такой момент я вижу наехание компьютера, что я не обитаю. есть даже особый потенциал ошибки, но он правда не на рассогласование широкого характера, он конкретно на человек пытается сделать некоторые действия, а компьютер делает не то, что он хочет. Это такая негативность где-то на около 200 миллисекунд или даже немножко раньше. Там разные ее формы, там да, там в ЭГ есть такой сигнал, и более того, в общем, было много попыток, было где-то, ну, больше там где-то, они где-то лет 10 назад начались, лет 5 назад их было еще много, сейчас кажется меньше, используя этот потенциал для коррекции, то есть вот если делается какое-то действие и есть этот потенциал, то значит отменяется это действие. Ну, похоже, что это слишком сложная возникает ситуация, для человека должен быть готов к самым разным сценариям, то есть иногда этот потенциал сработает и все хорошо, но это будет немножко, ну, в общем, такая в общем, некое усложнение вообще общее того, как все это работает, а возможно еще ведь ситуация, когда неправильно сработает, да, или потенциал не будет детектирован, либо потенциал будет детектирован, когда не нужно. Возникает слишком большое разнообразие всяких ситуаций, это просто может оказаться слишком неудобно работать с таким интерфейсом, вот, и похоже, что сейчас, ну, и общая точность, она не очень сильно растет, сейчас, кажется, это все как-то предстают использовать, еще есть пассивные интерфейсы, которые на потенциале ошибки ошибки построены, там, например, робот делает некоторые действия, и человек за ним наблюдает, человек знает, что некоторые, ну, берет, допустим, вот этот предмет, а должен брать этот предмет, значит, если он берет этот предмет, это ошибка, у него возникают и робота можно имплицитно учить, соответственно. Если бы это можно было сделать очень точным и, во-вторых, распространить на широкий класс разных действий, это было бы очень здорово, например, можно было бы учить роботов самым разным делам, которые могут делать люди, но, к сожалению, очень многие реальные операции, они вот не раскладываются на такие бинарные варианты, чаще там все сильно сложнее, поэтому мы как-то с коллегами пытались, надо придумать какой-нибудь такой интерфейс, который бы очень хорошо бы учил роботов, но, в общем, практически сценарий, когда начинаешь продумывать, там все как-то плохо идет. Так, есть еще вопрос. У нас что-то в интернете никто ничего не написал. Ну, ладно. Что? Вообще никаких нет больше. так, я еще смотрю, вроде ничего больше не было. Ладно, тогда всех с наступающим Новым годом, будем надеяться, что он будет получше, чем уходящий. Вот, ну, опять же, в этом канале будут какие-то дальнейшие, если будут какие-то учебные мероприятия, лекции и прочее мы будем сообщать. Вот, всем спасибо за внимание и участие. Субтитры создавал DimaTorzok